Диана Корня мечтала бороться с преступностью с самого детства. Смотрела фильмы про полицейских и восхищалась их героическим и самоотверженным трудом. Вопрос о выборе профессии не стоял, ведь в семье хрупкой на первый взгляд девушки много родственников в погонах. Однажды вместе с напарником Диана помогла женщине, на которую напал неадекватный мужчина с ножом. Там была угроза жизни, он прижал ее к стенке, начал на нее нападать, она кричала, помогите, проезжали мимо. Ну, услышали крики, прибежали на эти крики, мужчина, конечно, побежал, мы его задержали и уже был доставлен в отдел полиции. Напарнику Дианы Владиславу тоже есть что вспомнить. Его любимая история про воришку-аккумуляторщика. Ехали по маршруту патрулирования, уже было светло даже. Увидели мужчину, который шел с аккумулятором. Увидел нашу машину и просто побежал с аккумулятором. Смешная ситуация. Догнали его, спросили, откуда. Признался, что да, украл. Зачастую сотрудникам Росгвардии бывает не до смеха, ведь силовикам приходится сталкиваться с бывшими сидельцами, наркозбытчиками и даже убийцами. Так получилось и в этот раз. Патрульные заметили мужчину, который шел по проезжей части. Решили поинтересоваться, все ли у него в порядке. Оказалось, что местный житель имеет богатое криминальное прошлое и не раз отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Сотрудники Росгвардии проверили, не числится ли мужчина в розыске и отпустили его домой. Через несколько минут они встретили жителя Узбекистана, который с трудом стоял на ногах. Иностранец признался, праздновал день рождения супруги на речке. Отмечался особым размахом, поэтому потерял обувь. На помощь перепившему мужчине пришел друг, который отвез его домой. На этот раз дежурство закончилось без происшествий, но впереди у силовиков еще много работы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин